Добрый день, в эфире СТМЕГИ ТВ новости. На календаре 29 марта или 19 Адара Бет по еврейскому календарю. И начнем наш выпуск с тревожной новости. Террористическая организация «Исламское государство» планирует в ближайшее время совершить теракты в Турции, направленные против местного еврейского населения. Как сообщают разведслужбы, мишенью являются еврейские школы, детские сады и молодежные центры. По данным местных СМИ, информация о готовящихся терактах была получена в ходе допроса шестерых боевиков, арестованных на прошлой неделе на юге Турции. Власти Израиля рекомендовали гражданам страны воздержаться от посещения Турции. Есть печальная статистика. Более 80 человек погибли в этом году в Турции в терактах, организованных боевиками «Исламского государства». 19 марта в Стамбуле в результате взрыва террориста-смертника были убиты трое граждан Израиля и 11 израильтян получили ранения. И к другим темам. Накануне в Москве под духовным патронажем главного раввина России Рава Берлазара вышел в свет специальный молитвенник Сидур для слепых, напечатанный шрифтом Брайля. Составителем молитвенника является раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган. Молитвенник увидит свет благодаря усилиям горского еврея, предпринимателя Рафаэля Ягудаева. На данный момент тираж издания составил тысячу экземпляров. Все они в ближайшее время будут безвозмездно переданы в еврейские общины России, сообщает источник geosh.ru. В Лондоне появится улица имени сэра Николаса Уинтона, который смог спасти сотни еврейских детей из оккупированной нацистами Чехословакии накануне Второй мировой войны. Идея увековечить имя британского Шиндлера принадлежит представителям фонда Рауля Валенберга. Ее поддержал мэр Лондона Борис Джонсон. Общественная кампания по данному вопросу стартовала после того, как Королевская почта выпустила марку в честь сэра Николаса. Отмечается, что мэр британской столицы был в восторге от этого, и он пообещал поддерживать дальнейшее признание удивительного вклада сэра Николаса Уинтона в дело спасения человеческих жизней. И на прощание афиша. Завтра в Москве в 18.30 в Еврейском музее и Центре толерантности состоится очередной семинар по теме птихарт – искусство талмудической импровизации. Желающие посетить мероприятие могут зарегистрироваться на сайте музея. А с 1 по 3 апреля уже в Московском еврейском общинном центре пройдут консультации израильского психолога Равина Цви Каплана. 2 апреля состоится тренинг-семинар «Как правильно ссориться, чтобы не ссориться». Консультации проводятся только по записи по телефону, который вы видите на экране. Утвержден закон о запрете на выдачу бесплатных пакетов в магазинах. Нитаньяго распорядился прекратить выдачу тел террористов. Молитва хиды против дурного глаза. Об этом и не только. Узнаете на нашем сайте stmegi.com. Актуальные курсы валют вы видите на мониторе. Хорошего вам весеннего настроения и оставайтесь с нами.